Когда я танцую, я настоящая. Я живу. Я готов заниматься этим бесконечно. Это не просто профессия, это именно одержимость. Мы все любим танец. Мы готовы побеждать и доказывать, что мы самые лучшие. Для нас это очень опасный эксперимент. Здесь придется заниматься совершенно разными направлениями. Мы понимаем то, что необходимо показывать нашу универсальность. От проекта «Танцуют все» мы ждем новых испытаний, новых открытий в себе. Уверена, что вы такого еще не видели. АПЛОДИСМЕНТЫ «Танцуй, Россия» в эфире большая премьера. Хореографическая битва лучших коллективов страны. Участники со всей России собрались в Москве, чтобы бросить вызов друг другу, но в первую очередь самим себе. Ведь для победы им придется, в прямом смысле этого слова, научиться танцевать заново. Да, участники должны будут забыть свой родной стиль, чтобы попробовать все возможные направления танца и поворотся за миллион рублей. Неделю назад мы познакомились с нашими танцовщиками. 11 лучших команд показали все, на что они способны. Но уже сегодня им предстоит в корне поменяться. Каждый коллектив выступит в новом жанре. Члены жюри оценят их выступления. После чего участь слабейших определят зрители в зале. И вот в чьих руках сегодня судьба наших участников. Хореограф с мировым именем. Солист Большого театра. Владимир Деревянко. Заслуженный деятель искусств России. Профессор школы-студии МХАТ. Алла Сигалова. Один из самых известных хореографов новой волны. Лауреат премии «Золотая маска». Великолепный Егор Дружинин. Итак, уже сегодня в проекте останется 10 команд. Мы будем прощаться с одним коллективом каждую неделю. Пока в финале не выясним, кто получит звание лучшего. Все стили, все жанры, вся страна. Это «Танцуют все!» Сейчас тем, кто привык находиться в гармонии и покое, предстоит исполнить танец полной энергии и страсти. Получится ли у них поменять не только стиль, но и свою философию? Узнаем прямо сейчас, когда перед нами появится ансамбль «Майюри». Для русских зрителей мы вот в таких масштабах выступали впервые, когда эти лепестки летали в вихрем. Просто попали в сказку. Это очень изысканно, просто очень по-королевски. Спасибо. И танцевали вы восхитительно. Эмоциональный подъем такой степени, я давно не видела их такими. Были какие-то такие моменты, когда мне не хватало вот, видите, такой страстности. Во второй серии мы решили остановиться на испанском танце. Это танец фламенко. На репетициях бывало сложно. Многие превращаются во что-то непонятное, очень сильные дробушки, с помощью которых мы должны подчеркнуть ритм. Это совершенно другая техника, другая музыка, которая диктует совершенно другие движения тела. К этому нужно привыкнуть. Кто-то более ранимый, восприимчивый, и крики, кто-то говорит, все, у меня ничего не получается. Знаешь, я очень люблю. Отдохну. Я очень разозлилась, потому что у меня это не получается. Может быть, потому что я перфекционистка, и мне нужно делать сразу все и сразу хорошо. Здесь придется заниматься вообще совершенно разными направлениями. Мы этого никогда не умели. Наверное, пришло время попробовать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА